МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Там погибли тысячи мирных граждан. Там у тысячи детей оторваны руки и ноги. Тысячи детей похоронены в маленьких гробиках. И мы еще тогда предупреждали Марго, что смотрятся такие спектакли просто ужасно. Особенно с тем учетом, что именно на ее канале публично предлагали сжигать и топить украинских детей. Вот прям топить этих детей, топить. Прям в тесыне. Этот сказал, что Баскале оккупировали. И сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. А еще многим в России были глубоко безразличны детские гробики, когда еще во времена АТО российская армия стирала градами целые районы Мариуполя. 24 января 2015 года боевики совершили серию обстрелов по Мариуполю. Под артиллерийский огонь попали и микрорайон Восточный. В результате теракта погибли 30 человек, в том числе двое детей. Когда дети массово гибли от осколков российских мин. Детина загинула от выбуху мины, которая прилетела из района шахты Гагарина, оккупированной Горлевки. Трагедия сталася вот на этом месте. В вырыве мы нашли свежие осколки от мины, которая выбухнула в кольких метрах от девчинки. Или когда школьников расстреливали сами скрипоносцы за желто-синю ленточку. 16-летний Степан Чубенко исчез в июле 2014-го. Степа решил поехать домой, не предупредив родителей. И поехал через оккупированный Донецк, где его задержали. У него была в рюкзаке ленточка желто-голубая. Но это оказалось преступлением. И, конечно, никто не считал, сколько сотен, если не тысяч детей, прикопано вот в таких братских могилах после начала так называемой спецоперации. Спутник зафиксировал уже третье место массовых захоронений вблизи Мариуполя. Кадры из поселка Старый Крым, где видны длинные траншеи на кладбище. Это братские могилы, и тела там складывают в несколько слоев. Так где тогда было ваше негодование о Симоньян? Или в этих случаях детские гробики какие-то другие? А ведь вы на камеры еще и верующими людьми себя выставляете. Боженьку вы тоже решили обмануть? Если бы Россия вела себя, как эти нацисты, и бомбила бы мирные города, я бы сейчас здесь не сидела, потому что я верю в Бога. Но правда в том, друзья, что единственное, во что верят российские пропагандисты, так это в собственную безнаказанность. А еще в то, что для достижения цели все средства хороши. И если нужно обмазать противника детской кровью, восстанки наибровью не поведут. Что было ясно уже давно. Начиная с циничных историй о распятых мальчиках. Взяли ребенка, трех лет мальчика, маленького, в трусиках, в футболке, как Иисуса, на доску гаврими, прибыли. И вот это все на маминых глазах. И заканчивая трагедиями, как под Янакиево пару лет назад, когда ребенок погиб, играясь с боеприпасом, который притащил домой дедушка. А по телевизору россиянам рассказали, мол, во всем виноват бандеровский беспилотник. В доме Владика не жили военные. Рядом с ним военных мы тоже не видели. Соседи утверждают, что за пару часов до этого над поселком летал беспилотник. Правда, тогда у фейкометов случился серьезный прокол. Ведь якобы свидетели видели беспилотник над селом 3-го числа. А в выписке о смерти ребенка значится 2-е. 3 апреля украинский беспилотный летательный аппарат был зафиксирован жителями поселка Александровская. Но, естественно, подробный разбор этого фейка в России, если и увидели, то единицы. А миллионы людей побежали пить валидол и на кухнях негодовать о коварстве фашистов. Он был убит бомбой или гранатой, сброшенным с украинского беспилотника. Но убил его не беспилотник, убила его украинская власть. Убивают не дроны, убивают безответственные политики. И каждая такая история еще сильнее срывала и без того сорванные тормоза пропагандистов. Если раньше они выдумывали смерти детей или плясали на костях погибших в ходе несчастных случаев, то потом перешли, так сказать, на новый уровень. И принялись обмазывать Украину кровью детей, убитых российскими чмонями. Війська РФ ударили ракетами по залезничному вокзалу Краматорска. Ёбаный русский мир, блядь, блядь, блядь. Краматорск в прошлом году, пожалуй, самый яркий тому пример. Россияне собирались накрыть военный эшелон на железнодорожном вокзале. И их, конечно, не смущало, что на перроне в ожидании эвакуационного поезда находились сотни, если не тысячи, женщин с детьми. Уже после прилета ракеты прямо в толпу чмони и военкоры были уверены, что таки попали в эшелон и открыто радовались этому. Десять минут назад прилеты по ЖД-вокзалу Краматорска работают по скоплению боевиков ВСУ. И лишь когда осознали, что натворили, попытались переложить вину с больной головы на здоровую. Мол, Россия вообще здесь ни при чем, это все украинцы. А точек У в российской армии уже давно нет. Фактически ракеты Точка-У применяются только украинскими вооруженными силами. Такого вооружения нет в республиках. Такого вооружения нет и в российской армии. Они давно уже сняты с учета и были уничтожены. Разоблачалось все это, что называется, за 30 секунд. Вот они, те самые точки У, которых якобы нет на военных парадах в регионах. По площади движутся пусковые установки тактического ракетного комплекса Точка-У. На русский въезжает тактический ракетный комплекс. Катя? Но самое ужасное в таких историях это то, что можно до посинения разбирать российские фейки, но погибших людей и детей ты этим не вернешь. Хотя те же бездуховные американцы сделали все, чтобы поставить на ноги хотя бы раненых. Наталья Степаненко и ее 11-летняя дочь Яна сейчас учатся заново ходить. Свои первые шаги на протезах делают в Америке. Страшный день, когда вдруг не почувствовали ног, вспоминают неохотно. Это случилось в Краматорске в апреле, когда Россия ударила ракетами по железнодорожному вокзалу. Но эти жители Краматорска в ближайшее время вряд ли смогут вернуться в родной город. Дело в том, что история с вокзалом ни кремлевских старцев, ни пропагандистов ничему не научила. Сначала они принялись бить ракетами по жилым домам в Краматорске, рассказывая ура-патриотам, что там были натовские наемники. В Краматорске в результате ночного обстрела со стороны российской армии повреждены 34 частных дома и 8 многоквартирных. Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений иностранного региона в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск ДНР уничтожено более 130 иностранных наемников. А совсем недавно лжецы и безбожники в час пик запустили ракеты по популярной городской пиццерии. И эта история действительно за гранью добра и зла. В результате российского удара по городу погибли как минимум 11 человек, сообщили местные власти. Среди жертв трое детей. Еще более 60 человек получили ранения. Вы видите кадры последствий взрывов кафе в центре города. Просто представьте, друзья, прифронтовой город и одно из немногих работающих мест, куда можно вечером пойти отдохнуть с друзьями или с семьей. Ресторан, куда прилетела российская ракета, находится в центре Краматорск. Это довольно популярное место. Кругом жилые кварталы, магазины, заведения. Тут постоянно можно видеть много волонтеров, иностранных журналистов. Да и местные любили это место. Даже если предположить, что там ужинали пара десятков военных, то надо быть просто моральным уродом, чтобы отдавать приказ работать туда, ведь зацепят сотни невинных. Я жду внучку. Оттуда. Там она. Сколько лет ей? В 18-м ночи. Но мы же не зря говорили, что все их визги о любви к жителям Донбасса, о защите русскоязычных. Говорим о защите русских и русскоговорящих людей на Украине. Не только говорим, но многое делаем для этого. Мы хотим, чтобы русским было хорошо и на Украине, и в Молдове, и вообще везде, где русские сейчас живут. И мы их, Майкл, уж извини, пожалуйста, спасаем. Это просто сотрясание воздуха. Пустое сотрясание воздуха. Посмотрите вот на этих девочек-подростков из Краматорска. Глядя на их плакат, совершенно очевидно, на каком языке они говорили. Но Россия, не задумываясь, убила их прямо в кафе. А потом еще и принялась танцевать на костях убитых, ведь прям невооруженным глазом видно, что эти девочки – генералы 56-й бригады или инструктора НАТО. Впрочем, послушайте Канашенкова сами. В результате высокоточного удара 27 июня текущего года в городе Краматорск Донецкой Наружной Республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины уничтожены, участвующие в штабном совещании, два генерала, до 50 офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников. Это, друзья, уже даже не Геббельсовщина. На фоне этих упылей Геббельс просто пацан невинный. Ведь смотрите как, 21-й век на дворе. Стримы снимают сотни людей. И в первые минуты прилета по пиццерии отлично видно, что основная часть посетителей именно гражданские. Там люди сие? Да, 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 там люди с пешком. А вот эту фотографию точно не покажут ни на одном российском канале. Выжившие сотрудники кафе через несколько дней после прилета российской ракеты пришли почтить память своих погибших коллег. Семь. Еще раз. Семь сотрудников пиццерии. Посмотрите на их лица. Это совсем молодые жители Донбасса. Это их пришел спасать Путин. И на таких фотографиях ответ на вопрос, почему никогда не будет никаких компромиссов. Потому что невозможно разговаривать с теми, кто не просто убивает, а еще и делает из такой трагедии огромную победу. Все, НАТО разгромлено. Все офицеры убиты. Слушайте, а вот этот вот удар по Краматорску, ну это просто шик, я скажу. Я вот снимаю шляпу перед тем, кто его планировал, кто его осуществил. Ну песня просто, просто песня. Уничтожены участвующие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров Вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников. Страйк, как написал у себя в телеграм-канале мерзавец Соловьев. По информации из чата в Краматорском уничтоженном здании было много военнослужащих ВСУ. Это страйк. Ну да, страйк. Медали себе еще выдайте за пять трупов официантов, трех детей и вот такого окровавленного младенца. Вот это, очевидно, самый главный генерал, да, Скобеева? Я жена с ребенком. Но приз в номинации «Цинизм» забрала вовсе не Олюшка. И даже не Марго Симоньян, которая не постеснялась заявить, мол, Россия не стреляет по гражданским объектам. Все, что сейчас разрушается на Украине, разрушается только для того, чтобы война остановилась. Разрушаются их военные возможности. Аэродромы, заводы, прочее, прочее, прочее. Никто не будет бомбить ничего на Украине просто так. Просто чтобы напугать. Главной черноротой хабалкой уже в который раз оказалась глава общества Трансвестита Новороссии Юлия Витязева. И здесь не нужно лишних слов, надо просто послушать. Прилетела таки туда, куда надо. То есть дамочке было мало убитых детей. Она еще и огорчилась, что второй ракетой не убила спасателей и раненых. Наблюдая за тем, как у кровояки разбирают завалы, пишут, что хорошо бы, чтобы туда прилетела еще раз. И просто запомните, друзья, этот момент. Например, на случай, когда эти отбитые снова начнут корчить из себя святош и прикрываться Богом. Россия, как правоприемник, продолжатель православного дела, вот она на позиции сил добра как была, так и осталась. Никто не трогает мирное население, не бомбит мирное население, не расстреливает мирное население, делает все для того, чтобы мирное население не пострадало. Я христианка, верующий человек. К тому же мать очень маленьких детей. Как я могу желать смерти? А еще на случай, когда что-нибудь взорвется или прилетит в ответ. И вот ровно они же будут визжать о фашизме, удивляться о нас, мол, за что? И это будет тот самый случай, когда можно будет ничего не объяснять. Ну, разве что намекнуть, что зло всегда будет наказано. Хотя бы в память о мирных жителях, убитых Россией в пиццерии Краматорска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова